Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас обзор заказа Avon по 10 каталогу. Здесь до поставки, здесь много интересного. Тин для губ, которые только по фокусу, поэтому поехали. Девчонки, коробочка маленькая, но очень интересная. Я надеюсь, что здесь все в порядке. Сейчас вместе с вами посмотрим. Так. Счет фактуры виднеется и почти не мятая. Вот так. Вот. Вот оно все. Итак, давайте начинать. Достаю в хаотичном порядке. И, конечно же, на закуску с вами оставим тинт-жилет для губ и щек у меня. И тинт для губ, вот этот вот, который в последнем фокусе. Девочка у меня заказала вот такой вот шампунь силы кератина. Берет не первый раз, ей подходит, понравился. Ну, как бы и отлично. Девчонки, в подарок, за рекомендацию. Да, мне пришел вот такой набор Планета Спа. Я вам буду озвучивать самых интересных продуктов. Тогда коды, да. Так, приз Эйвен для друзей 131,80. И здесь получается три продукта. Это Арома Спа, сладкие сны, спрей для тела. У меня такое уже есть в использовании. В принципе, запах приятный. Я не знаю, может быть, я не буду его открывать. И тоже положу в бьюти-бокс для будущего конкурса. Уже, наверное, надо его проводить, потому что у меня набралось много корейских средств и фрашей. И добавлю еще туда Эйвен и Фаберлик. И, девчонки, будем с вами разыгрывать бьюти-бокс. Так, Арома Спа, сладкие сны, с эфирными маслами, ночная маска для лица. Вот это уже интересно. Она у нас приходит, по-моему, не за слюдированная, не зафольгированная, да. И она гелевая. Вот что она из себя представляет. Пахнет прикольно, кстати. У меня нет такого отторжения к этому запаху, как я читала у многих девчонок в группе ВКонтакте. Нет, в принципе, приятной гелевой текстуры. Гелевые масочки я люблю, поэтому с удовольствием буду пользоваться. И раз она ночная, она не требует смывания, что как бы вдвойне быстро и приятно. И крем для рук с эфирными маслами французской лаванды и ромашки. Наверное, я его, девчонки, тоже положу в бьюти-бокс. Мы с вами сейчас аккуратненько просто посмотрим, как он выглядит, и все. Хотя Арома Спа, девчонки, мне крема для рук хвалили на самом деле. Но у меня их тоже большое количество, а тыфраше тоже в том числе, поэтому он у нас отправится кому-нибудь домой. Так, что же дальше еще интересного? Мне не стала я оформлять в прошлом заказе пересорт, потому что это геморно. Наш пункт выдачи возвраты не делает, делает возвраты только пикпоинт, который находится очень-очень далеко от моего дома. Мне показалось это геморройным, поэтому я заказала палетку люкс, которую мне не довложили в том заказе еще раз. Заказала я ее, по-моему, по аутлету, если мне не изменяет память. Я давно на нее, девчонки, смотрю, мне безумно понравились оттенки. Ой, какое оформление крутое. Прямо у меня теперь будут только две золотых палетки теней. В косметичке это Фаберлик и вот теперь такая же красивая Эйвен. Надеюсь, и оттеночки такие классные, и тени сами по себе тоже. Смотрите, как она открывается. Нажимаю вот на эту пластиковую прозрачную кнопочку, и она открывается. Девчонки, вот они цвета. Сейчас с вами все просвотчим. Я думала, конечно, что это будет не розовый, а такой вот, ну, немножко покрасней, насыщенный цвет. Давайте свочем. Вот такая красивая палеточка, прям очень красивая. Люкс, люкс. Сейчас открою. Она очень туго открывается, прям у меня с десятого раза получилось. Вот смотрите, оттенки. Камера передает их такими, какие они есть. Здесь получается три оттенка без шиммера, два оттенка с шиммером. И вот смотрите, первый оттенок, который на руке, фокус, это тот, который без шиммера. Второй темный с шиммером. Дальше у нас светленький с шиммером, розовый и белый. В принципе, красивые оттенки. Первый слегка вот грязнит, видите? Посмотрим, как он поведет себя на веках. А так самые такие ходовые красивые цвета. Пылят тени, как обычно. Средней бюджетной тени. Код, девчонки, палитра теней 66001. Красивые оттеночки, мне понравились. Даже попробовала сейчас на внешний уголок глаза нанести самый темный без шиммера оттенок. Смотрится, в принципе, нормально. Поехали дальше. Что же у нас еще интересного? Заказала, по-моему, тоже по Аутлету вот такой гель для душа Инканта. У меня никогда не было этой розовой линейки. Даже когда я проходила по стартовой программе для новичков, я долго выбирала между розовой и голубой. И все-таки сделала выбор в сторону голубой. Поэтому я даже не представляю, что это за аромат. Говорили, что чересчур приторный. Давайте попробуем. Ну да, он сладкий. Он сладкий, но он все равно классный. Ой, испачкалась. Классный. Пусть будет. Сейчас там хорошая цена. По-моему, по 89 рублей они были. Пригодится. Куда-нибудь да пригодится. Девочка заказала у меня маску. Пришла, кстати, по-моему, польская, да, с наклеечкой. Мою любимую, роскошное обновление с черной икрой. Мне она очень нравится. Это маска-пленка, которая у меня всегда есть в запасе. Я с превеликим удовольствием ей пользуюсь. Мне нравится ее легкий такой эффект пилинга. Это выравнивание тона, отшелушивание каких-то частичек. В общем, мне она очень нравится. Если ни разу не брали эту масочку в Эйвен, я вам рекомендую. Сейчас в 10-м. В 10-м у нас каталог. Я уже, девчонки, сбилась с этой перестановкой. Хорошая цена на нее. Там скидка на определенные маски, в том числе и на эту. Пришла до поставка Персив Дью. Мы заказывали в прошлом каталоге с подружкой набор пополам. Ей большой парфюм, не маленький. И гель для душа. Или лосьон. Лосьон, девчонки, он тоже польский. Склады Эйвен пополнились. И, слава богу, из Польши, судя по всему. Парфюмированный лосьон для тела. С наклеечкой он тоже пришел. Но, по-моему, никак не запечатанный. Да, абсолютно, девчонки, никак. Персив Дью мне понравился на лето. Я его распробовала. В нем есть какая-то зеленая нотка. И лосьончиков для тела тоже много не бывает. Надо его увлажнять регулярно. Классный аромат. Вообще классный. Мне нравится. Прямо даже интересно, сколько он будет держаться на теле. Сейчас попробую нанести куда-нибудь в район запястья и посмотреть. Потому что я брала только лосьоны из линейки Кеа. Парфюмированные еще никогда не брала. Поехали дальше. Так, еще масочки для себя я заказала. Ой, две одинаковые. Значит, я для себя заказала. И моя знакомая тоже заказала себе. И они тоже девчонки польские с наклейкой. Это у нас Планета Спа. Очищающая маска-пленка для лица. Глубокое очищение. Я еще ни разу ее не пробовала. В последующих влогах мы обязательно с вами ее оценим в полной мере. Масочки тоже приходят не закрыты. Вот прям открываешь даже и они вытекают сразу. Ну ладно. Ну зато из Польши. Будем смотреть, девчонки, сравнивать. Так, дальше. Вот такая масочка из линейки Avon Care. Я уже в Инстаграм писала на нее пост. И в обзорах каталога вам постоянно ее хвалю. Это крутая гелевая маска, которая не только для сухой, очень сухой кожи, как написано на тубе. Она подходит абсолютно для любого типа кожи, в том числе комбинированной и жирной. Не утяжеляет, не забивает поры. Это крутая гелевая маска, после которой ваша кожа прям упругая-упругая. Мне она очень нравится, тоже в запасах у меня стоит. В этом каталоге на нее тоже хорошая цена. Очень рекомендую присмотреться. Также знакомая заказала себе Эспирмен. Вот так вот пришла водичка в слюде, но без наклеечки. Но в слюде. Это уже приятно. Не знаю, что это за аромат, девчонки даже не представляют. В каталоге вроде пахнет неплохо. Так, ништяки, ништяки тут остаются. Тоже знакомая заказала тоник. К сожалению, пропал тоник, который нравится, наверное, многим. Из линейки Nutre Effect, который с пудрой. Вот ищем ему, стараемся замену. Я сейчас нашла его Фраше. Он, кстати, более деликатный, чем такой же тоник, но с пудрой из Clare Skin. Хотя и этот мне тоже нравится, потому что в нем большое количество спирта, а кожа у меня летом ближе к жирной. Надо ее как-то немножко подсушивать. Для глубокой очистки. Тоник мы с вами сейчас его понюхаем. Ну, я думаю, это будет спирт. Совершенно верно. С такой свеженькой одушкой. Какой-то, знаете, даже как будто огуречный. Огуречный. Вот такая вот малышка. Тоже была хорошая цена в этом каталоге. Так, дальше, дальше, дальше. Дальше что это у нас? А, девчонки, я заказала себе карандаш для губ. Уже даже забыла. В каком же он у нас оттенке? Нюд. Оттеночек так и называется нюд. Это у нас линейка True Color. И сейчас мы с вами его обязательно затестим. Сейчас будем все тестить для губ, и в том числе нюдовый карандашик. Пока отложу в сторонку. Еще у меня здесь два продукта. Это новиночка тинт для губ, который представлен у нас только в фокусе. Хотя, насколько я знаю, он есть и в следующем фокусе. И из линейки Jolie, брошюра которой из личного кабинета у нас пропала буквально за сутки, тинт для губ и щек, по-моему. Здесь даже нигде по-русски нет, девчонки. Скорее всего, да, тинт для губ и щек. Я вам сейчас сразу озвучу коды. Жидкая помада Тинк, тинт для губ, вот эта вот корейская, 133,89,09. Карандаш для губ ультра-нюдовый, 39,920. Так, и тинт желе, да, для губ и щек Джоли. И в оттенке Мауф Мелл, Мауф Мелл, 137,24,86. Также, девчонки, я взяла себе, по инью-клубу я заработала 6 баллов, и за 5 баллов, за 50, по-моему, рублей, я взяла себе инью. Это ровный тон и укрепление, система 2 в 1 и темных кругов под глазами. Крем-корректор и гель. Он пришел в следе, это здорово, сейчас мы тоже найдем его код, потому что долго, с начала каталога не было вот этих кодов по инью-клубу, да, и где-то, мне кажется, они появились только день на второй, на третий, и я уже потом через вайбербот вот этот вот подарочек себе добавляла. Так, где же ты где? Вот, здесь как раз скрепка. 133,44,29. Код вот этого продукта. Давайте сначала посмотрим его, а потом уже будем ставить эксперименты над губами. Много интересных продуктов, мне не терпится, прям, если честно. Я смотрела обзоры на тинт и не очень как-то их хвалят, но я поняла, что мне это все равно надо, я хочу. Вот такая маленькая баночка, смотрите, здесь даже промаркирована крышечка, то есть день-ночь, да, луна и солнышко, девчонки, отсвечивает. Так, ой, что ж я все носа пачкую. И в одном отсеке у нас зелененький, в другом беленький крем, я так понимаю. Эта крема есть ровный тон и укрепление из линейки инью. И вот это вот желе, наверное, зеленое, оно, девчонки, идет у нас от темных кругов под глазами. Они у меня не слишком темные, не сильно выражены. Получается, у нас на ночь, когда нарисована луна, нужно пользоваться зеленым, а на утро беленьким. Очень интересно, девчонки, тоже в последующих влогах мы с вами все это дело затеснем. В коробочке даже была инструкция, буду пользоваться, посмотрю. Мне вообще крема эта нью не нравится и не подходит, но я думаю, что вокруг глаз они не сделали его тяжелым. Я, по крайней мере, на это искренне надеюсь. Ну что, давайте начнем тогда с нюдового карандаша. Обязательно на руке сводчи сделаю, мне кажется, он совсем, девчонки, бледный. Сейчас попробуем, прям нют-нют. Да, он выбеливает, однозначно. Он как тональный крем практически. Не, ну в принципе ничего, это действительно нют. И с наслаиванием можно как бы поиграться. Интересный оттеночек, может быть, когда-нибудь мне и пригодится. Я брала, конечно, не с целью просто делать подводку, а с целью красить губы. Но вот у меня лицо слилось в один бежевый цвет, да. Но кто ищет такой давно оттеночки, я не знаю, с чем-то его нужно будет миксовать, конечно, как самостоятельный продукт. Он слишком выбеливает губы, а с каким-то другим, если каким-то другим карандашиком затемнять уголки, немножко контуры, все это на губках подтушевать, будет очень даже и ничего. Давайте делать сводчи. Вот, девчонки, как выглядит сам карандаш. И вот он сводч. Ну, прям тональный кремушек такой, да. Прям вот, вот да. Фокус не пропадай, не покидай нас. Вот такой, девчонки, цвет. Практически сливается с моей кожей. Ну что, теперь предлагаю попробовать тинт-желе для губ и щек из линейки джеле. Потому что он, наверное, должен быть у меня менее ярким, чем тинт для губ. Сейчас с вами посмотрим, какой оттеночек-то я выбрала, я не помню, девчонки. А, по-моему, какой-то тоже нейтральный, бежевый. Ой, красивый вроде в баночке. Баночка из стекла, по-моему, да. Вот такая красивая, с голографической наклеечкой. Пахнет. Непонятно, чем пахнет, еле уловимая душка. Смотрите, какой симпатичный. По текстуре, когда трогаешь, пружинит, как резина. Знаете, как слайм, девчонки, как слайм. Мне кажется, если целым куском вот так вот взять и вытащить, он вытащится, как слайм. Видите, как он еще налит криво. Вот. С одной стороны только. Вот. Ну, давайте пробовать. Для губ еще прям страшно, ей-богу. Мы это все дело должны делать пальцем, я думаю, кто не хочет, можно и кисточкой. Оттенок красивый мой, знаю. Получается, что это у нас с блесками. Такая текстура. Блин, такой прикольный вообще звук еще издает, девчонки, вы себе представляете. С ним играться гораздо интереснее, чем краситься. Ну, вот и все. Красивый оттеночек, знаете, немножечко уходит в персик, но здесь присутствуют и такие розовые, ну, не блески, не знаю, как сказать, шиммер. Она такая листючая помада получается. Вот. Щеки, ну, я не знаю, щеки, мне прям страшно, девчонки. Давайте попробуем. Слушайте, ну, вроде ничего, кстати. Я не очень люблю такое розовое, аначе как вот оно не смотрится так сильно розовым. Оно как-то тоже в персичек, что ли, уходит. И небольшой блеск есть. Слушайте, прикольно, вообще на самом деле прикольно. Насколько это стойкий продукт еще тоже интересно. Щечку намазали, сейчас вторую. Цвет красивый, с цветом я не прогадала. У меня здесь просто есть уже румян, они начинают наслаиваться. А так прикольненько. Очень достойно смотрится. Мне кажется, как тенюшки. Слушайте, как тенюшки, вообще красивый цвет будет. Очень красивый. Давайте тоже заслочим. Смотрите, девчонки. Как бы вам это показать. Видите? Как слайм. У кого есть детки, да? Вот такой вот оттеночек. Сейчас постараюсь его максимально передать, да? Вот, вот такой. И вот на руке. Но я что хочу сказать, девчонки, он немножко неравномерно разносится. Как-то вот кусками. Его надо прям вот быстро-быстро тушевать. Вот, смотри. Вот. При естественном освещении от окна вам показываю. Такой красивый оттенок. Довольно насыщенный. Прям вообще. Здорово. Вот этим продуктом довольно. На самом деле, интересно. Интересно. Можно поиграться. Свет красивый. Прям мне нравится. По стойкости. Давайте смотреть. Ой, слушайте. Все, не отпечатывается. Вау. Сейчас даже какой-то листик вам возьму. Даже счет фактуру сейчас поцелую. Девчонки. Все. Вообще ничего. Обалдеть. И губы сухие. Прям вот как будто на них ничего нет. Вообще ничего, девчонки. Красота. Чистый лист. Слушайте, ну это прикольно. Такие продукты я люблю. Никакой сухости на губах нет. Очень комфортно. Нежненькие такие губки. Никакой сухости. Очень здорово. Я на руке пока оставляю до конца видео. Губы стираю, потому что будем с вами сейчас пробовать тинт другой. И посмотрим с вами, как он с руки еще будет оттираться спустя какое-то время. А так круто. Так, ну что, девчонки, теперь приступаем к тинту. Лептинт. В цвете коралл. Кода я вам уже все сказала. Здесь я уже взяла ядреный оттенок. Что ж, я все нюдовые да нюдовые. Красивый лаконичный флакончик. Здесь вот только вот так вот. По-корейски. И все. И все. Вот. Ну, тут еще написан цвет. Коралл. Вот. И посмотрим. Ох. Скошенная кисточка. Давайте мазюкаться. Блин, надеюсь, он не оранжевым будет. Он оранжевый. Он ядреный оранжевый. Лучше бы он был к цветам, как кисть. Не, ну, если разносить, не сильно наслаивая, то еще терпимый цвет. А когда прям на губы наносишь, девчонки, это оранжевый. Может, он немножко впитывается сейчас в губки. Такая водянистая текстура странная. Вот он начинает впитываться в губы, и получается матовый эффект. Запах. Спиртиком каким-то пахнет. Блин, ну когда только, если увидите разницу, нижняя губа уже каким-то другим цветом, а верхняя прям оранжевая. На камеру вам плохо видно. Когда его наносишь, он ядрено оранжевый, а сейчас вот немножко в губке подпитывается, и красивый такой красный, в принципе, оттенок. Наверное, зависит еще от пигментации губ, девчонки. Ну вот, в принципе, и все. Вот такие красные губища. Да, вообще, оттенок удачных было мало, я хочу сказать, в этих тинтах. Могли бы хотя бы один сделать мюдовый. Ну что сказать, у меня сжет губы. Не критично, но вот прям сжет местами. Надеюсь, сейчас это пройдет. Пока текстура на губах ощущается как кремовая. Очень нежная, как будто прям детским кремом губы смазали. Мягенькая-мягенькая такая. Что будет дальше, посмотрим. Наверное, мне, девчонки, нужно немножко походить, потом вам рассказать про результат, да? Или пост в Инстаграм. Завтра напишу. Так, ну что, я думаю, что пока будет все дело это отпечатываться, я даже в этом уверена. Абсолютно точно. Может быть, нам дать какое-то ему время, да, как положено тинту. Мы даем ему какое-то время схватиться на ваших губах. Блин, еще бы где-нибудь инструкцию по применению найти. Мягкая матовая помада тинт. А, это даже помада тинт. Это не конкретно тинт. Смотрите, полная инструкция на внутренней стенке упаковки. Нам нужно дать ей впитаться, да, и немножечко потом снять верхний слой, чтобы на губах остался оттенок, да? Как тинт работает? Вот именно так он и работает. Так, девчонки, срок годности 3 года, и никакой инструкции обещанной здесь нет. Состав и срок годности. У нас есть фокус по 11 каталогу, в котором тоже есть этот тинт. И сейчас мы здесь хотя бы почитаем. Стойкий пигментированный жидкий флюид при нанесении сливается с кожей и придает губам легкий натуральный оттенок, делая их более выразительным. Тоже нет способа применения, но мне кажется, это должно делаться как-то так. Какое-то покалывание теперь осталось на губах легкое. Вот он, коралловый цвет. Здесь все они очень яркие, девчонки. Вот он. В принципе, такой как нарисован. Нет, нарисован он как-то потемнее. В жизни он насыщенный очень. Инструкцию вот, конечно, очень не хватает, как именно этим тинтом пользоваться. Мне кажется, все-таки надо излишки снимать. Он уже отпечатывается все меньше. Давайте попробуем с вами, что-то салфеткой пройдемся. Влажную надо было, конечно, сухую взять. И что у нас на губках останется? Ну вот сейчас как бы просто оттенок матовый, причем матовый, сильно матовый. Как вот в хорошем понимании слова матовая помада. И посмотрите, губы мои в трещинке ничего не забилось в складочке, да? И мне кажется, они даже стали ровнее. Потому что вот, знаете, на губах как бархат. Мне по текстуре напоминает жидкую матовую губную помаду Буржуа. Вот прям как бархат, правда. Вот губки такие мягкие, мягенькие и гладенькие. Классно. Давайте попробуем стереть влажной салфеткой. А-а-а. Как бы пигмент стирается, но губы от этого бледнее не становятся. Ну вот и все. Походу мне до вечера так ходить. Когда будете красить губы этим тентом, будьте аккуратнее. Как впитается, если промажете все. Вот, девчонки. Я все стерла. Мне кажется, вот когда стерла, стало как-то поинтереснее. Он немножечко начал сливаться с цветом губы. Уже не такой ядреный какой-то оранжевый, а более-менее приятный красный оттенок. Вот так мне нравится. Сейчас я вам засвочу. Вот так выглядит кисточка. Ой, девчонки, теперь главное потом вот это дело все с руки оттереть. Сейчас будем пробовать с вами мицеллярной водичкой это сделать. Вот, девчонки, как выглядит оттенок. Он кажется немножко таким кирпичным, но на самом деле он какой-то оранжевый на губах изначально. Кстати, с руки стерся салфетка. Видимо, не успел впитаться, и слава богу. А вот этот вот тинц-желе салфеткой очень хорошо влажно стирается. Хотя он уже засох, но он стирается влажной салфеткой совсем. Прям вот я половину стерла легко. А так он прям не то, что засох, он комфортен на коже. Он не в корку засох. В хорошем понимании вот этого слова. Тоже, кстати, можно поиграться с нюдовым карандашом и, допустим, сделать красивый градиент на губках. Вот это уже будет интересней. В паре, наверное, я их применять, девчонки, и буду. Так вот, а мое зеркало запропастилось. Сейчас попробуем с вами мицеллярной водичкой и нью. Вообще не открыть. Вот, я не представляю даже, как ее открывать. Господи. Да. Вот так красиво. Легкая такая омбре на губках. Так, ну что, давайте попробуем мицеллярочку. У меня двухфаски нет, но у меня есть с гиалуронкой вот такая вот эта нью. Она как будто масляная. Такая тягучая-тягучая. Сейчас посмотрим, как она справится с тинтом. А никак. Походу мне ходить сегодня так весь день. Круто. Смотрела видео про эти тинты, кто-то снимал, говорили, что они через 2 часа съедаются. Я не знаю, девчонка, как он может съесть, я уже все губы истерла. Пигмент уходит небольшое количество. Небольшое уходит, но тем не менее. Ну ладно, гидрофильное масло с вами применять уже не будем. Я с удовольствием, в принципе, с такими губами сегодня похожу. Как будто накрашенные прям. И оттеночек уже такой приятный. Я вам сейчас покажу этот оттенок. При искусственном освещении он немножко по-другому смотрится. Я вам сейчас покажу этот оттенок при естественном освещении на балкончике. Девчонки, вот при естественном освещении он какой-то такой вот уже красивый. Мне нравится. Прям да. Ну и здесь у нас Outlet 11, Focus 11 и каталог 12. 12 каталог. По-моему, он гораздо интереснее, чем 10 и даже чем 11. Обязательно вместе с вами полистаем. Да, здесь уже детская линейка новая появляется. Классно. Кстати, с нуля плюс, насколько я знаю. Да, с нуля плюс. Вот. Ну как-то уже поинтереснее. Потому что мне кажется, иванские новинки до России не доходят практически совсем. Ну вот и все, моя хорошая. Надеюсь, что мое видео понравилось вам, было интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok